Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я снова поделюсь с вами супер стильными трюками, которые позволят вам выглядеть хорошо, классно, стильно, без особых затрат, без особых усилий. И эти трюки очень многие вы можете видеть, но не угадывать их, прежде всего на различных инста-фотографиях, потому что многие ими пользуются, а в жизни для того, чтобы добиться подобного эффекта, нужно понимать, либо это вообще невозможно, либо нужно использовать то, о чем сегодня пойдет речь. Итак, первая вещь, которую я сама пользуюсь, которую я сама рекомендовала уже когда-то на канале, это теплые носки, возможно даже гольфы, возможно даже высокие гольфы выше колена, под самые обычные плотные черные колготки. Но на самом деле колготки могут быть и цветными, темно-коричневыми, темное бордо, темный оливковый цвет, темно-синий цвет. Любые колготки, которые вы выберете, которые вы решите сносить, так же, как делаю я, с босоножками. Безусловно, в разгар зимы делать этого не стоит, но когда мы выходим на более холодный период, но еще не достаточно холодно, но самое главное, когда весна-весна стучится во все двери и окна, когда хочется уже скорее весенних луков, вы можете использовать такой трюк. Черные плотные колготки плюс босоножки. И если на улице еще достаточно холодно, надевайте плотный черный высокий носок, насколько высокий вы решите сами. Соответственно, сверху плотные черные колготки, либо цветные колготки плюс босоножки. Таким образом, я сама ношу, они мерзнут практически и выгляжут на мой взгляд очень-очень классно и стильно. Следующий трюк связан с резиночками для волос, которые вы тоже можете купить, даже если не являетесь обладательницами длинных волос, можете купить в любом супермаркете. Они есть любого цвета, выбирайте темно-коричневые цвета, либо черные цвета. На самом деле, темно-коричневая гамма, она самая выигрышная, подо все подходит. Вы наверняка видели, как можно красиво носить жакет, либо пиджак с подвернутыми рукавами. Тем более красиво смотрится мускулинный пиджак, чем более его силуэт напоминает и икрой, напоминает мужской пиджак. Либо вообще мы можем позависовать из мужского гардероба пиджак у нашего друга-мужа, брата, возможно, даже сына. Либо мы можем пойти непосредственно в мужской отдел, купить себе мужской пиджак. И очень красиво смотрится, когда рукава приподняты, потому что мы обнажаем наше красивое, женственное, худое запястье. Запястье крайне редко полнеет. Даже если вы в размере не 38 и не 40, а чуть больше, обнажайте ваши запястья, а также щиколотки. Это очень красиво. Так вот, самый простой трюк при помощи резинки позволит вам вообще не заботиться о том, что рукава могут сползти, спуститься и так далее. Я являюсь человеком, который комфортно себя чувствует в одежде, которая наброшена, даже если она периодически с меня, что называется, скатывается, спадает и так далее. Я являюсь человеком, который спокойно относится к тому, что рукава приходится иногда поправлять. Но я знаю, что не для всех это комфортно. Поэтому вот такой трюк с резинкой на рукавах, который вы можете, кстати, использовать и также на объемных свитерах. Там вообще очень сложно бывает подкатать красиво рукава и сделать это так, чтобы вся эта конструкция прекрасная держалась. Вы можете тоже использовать этот трюк. Кстати, я знаю, что в магазинах аксессорий продаются специальные такие держатели для рукавов. Они выглядят как красивые эластичные браслеты. Но по собственному опыту могу сказать, что когда резинка незаметна и кажется, что просто рукав таким образом затрапирован, присборен, это действительно очень-очень красиво. На мой взгляд, это более выигрышно смотрится. Поэтому вот такой трюк вам на заметку. Следующий трюк также связан с резинкой. Я подобную резинку взяла от купальника. Это была резинка, которая крепила мне купальник вот таким образом через голову. Раньше подобные резинки я выбрасывала. А в этом году я прям-таки была рада-рада, что эти резинки у меня появились, потому что у них есть очень удобный крючок, который очень удобно крепить. Если такой резинки у вас нет, вы можете самую обычную резинку сшить и, в общем-то, взять ее в любом магазине. Все для кройки и шития, все для рукоделия. И именно подобная резинка черного цвета когда-то у меня была. Эта резинка нужна вам для двух моментов, для двух приемов. Первый прием связан с ремнем. Не пренебрегайте им, не пренебрегайте резинкой под ремень. Потому что ни один кожаный ремень не позволит вам затрапировать красиво. А если даже позволит, то при первых шагах вся эта конструкция будет съезжать, разваливаться и так далее. Драпировки будут уходить, смещаться. Так вот, именно резинка, а поверх кожаный ремень, либо из эко-кожи, но который вам нравится, который эстетически подходит к вашей компоновке. Именно резинка будет держать вам всю конструкцию. И более того, изначально задрапировать красиво возможно только под резинку. Под ремень это сделать гораздо сложнее. Именно поэтому часто мы имеем очень красивые инста-фотографии, где все держится, где все перехвачено, где все красиво задрапировано. Эти фотографии, возможно, сделаны еще и в движении. А на самом деле, под самым обычным ремнем имеется самая обычная резинка. Также для следующего трюка, но этот трюк вы можете применять со свитерами. Прежде всего, вы можете регулировать длину вашего, что называется, изделия вашего свитера. Очень часто бывает, что когда мы, допустим, надеваем свитер на платье, либо свитер на брюки той или иной ширины, нам нужно укоротить слегка и длину свитера. Это связано, безусловно, с игрой пропорции. Будьте к этой игре пропорции очень внимательны. Часто нам кажется, что нам не идет вот этот свитер и это платье вместе, либо этот свитер и эти брюки вместе. Но только потому, что у нас, скажем так, слишком длинный свитер. Его нужно укоротить относительно другого изделия. И вам самая обычная резинка в помощь, точнее. Вы можете, кстати, использовать бюстгальтер. Если, допустим, речь не идет о платье, а речь идет о брюках, вы можете таким образом за бюстгальтер, скажем так, задрапировать ваш длинный свитер. Но эта конструкция ненадежна. Гораздо удобнее использовать подобную же резинку. Она должна быть такой же ширины, как резинка, которую вы используете под пояс. И вы сможете сделать очень красивый кроп-свитер, кроп-топ так называемый. И вы сможете сделать очень красивый укороченный свитер. Это, во-первых, смотрится очень современно. Но и таким образом вы сможете, на самом деле, одно изделие, в данном случае свитер, какой-то объемный джемпер, сделать максимально универсальным. Он будет подходить под... да, подо все он будет подходить, потому что несколько сантиметров длины, чуть короче, либо чуть длиннее, они очень часто играют ту важную роль для тех пропорций, которые позволяют нам сказать, да, вот этот ансамбль мне идет, вот эта компоновка меня украшает. Поэтому возьмите на заметку и не пренебрегайте. Маленькая резинка для волос, возможно, скрученная в два раза, возможно, и в три раза, все зависит от того, насколько большая у вас резинка, поможет вам также красиво закрепить шейный платок, если речь идет о шелковом платке, либо красиво закрепить даже шарф, потому что, повторюсь, не всем комфортное ощущение, что твой платок куда-то съезжает, что твой платок, либо шарф может вот-вот-вот-вот развязаться и упасть, и соскользнуть. И, кстати, не стоит пренебрегать этим трюком, если вы так же, как и я, любите носить шелковый платок. Шелковые платки очень скользкие. Если вы любите носить шелковый платок на ручке, на ремешке вашей сумки, мне случилось однажды потерять свой платок, мне просто повезло, что я оглянулась, снимая свой стрит-стайл, и увидела свой платок, лежащий на асфальте. Если бы я этого не сделала, я бы пошла дальше, и, в общем-то, потом бы даже не смогла вспомнить, обнаружить, в какой момент платок соскользнул. Поэтому самая обычная резинка для волос поможет вам очень-очень красиво закрепить, затрапировать ваш шейный платок, куда бы вы его ни крепили, какого бы размера он ни был. Потому что платки красиво смотрятся шейные не только на шее. Платки красиво шейные смотрятся прежде всего на сумках, а также на ремнях. Тоже очень хороший, очень классный трюк, который позволит вам действительно выглядеть не как все, и выглядеть очень-очень стильно. Следующий трюк связан с цветными колготками. Если вам также, как и мне, нравится идея цветных колготок, и сочетать цветные колготки с какой-то верхней частью вашей одежды, допустим, темно-синей колготки и темно-синяя блуза, либо темно-синяя рубашка, вы можете нарисовать очень хорошо, очень красиво. Имейте в виду, что проблема с цветными колготками заключается в том, что они очень сильно меняют цвет, когда мы их надеваем. Чтобы этой проблемы не было, и чтобы цвет оставался таким цветом, каким мы, в общем-то, ожидали, что он будет на нашей ноге, необходимо надеть сначала черные плотные колготки и потом цветные колготки. И даже колготки достаточно светлые будут выглядеть именно того цвета, который вы видели при покупке на вашей ноге, если вы наденете сначала черные колготки. Следующий стильный трюк касается сочетания. Сочетание одежды, которое мне очень нравится. Это брюки со стрелкой плюс футболка. Я уже говорила в одном из своих видео, что футболка белая. Это не та вещь, которую бы я рекомендовала всем купить. И сама себе, скорее всего, больше никогда не куплю. Я люблю цветные футболки. Они могут быть на самом деле самыми-самыми недорогими. Единственное, что цветная футболка за 3 евро будет выглядеть гораздо лучше, поверьте моему опыту, чем цветная футболка, купленная за... Чем точнее белая футболка, купленная за 3 евро. Поэтому любая футболка неонового цвета, яркого цвета, приглушенного цвета, цветная плюс брюки со стрелками. Это то, что вы видите, на мой взгляд, очень-очень классно и стильно. И вообще хочу вам сказать, что прям-таки брюки со стрелками, это для меня лично отдельный трюк, который я теперь использую. Брюки со стрелками делают любой образ лучше, красивее, элегантнее. Более современным даже этот образ делают. Я даже не знаю почему. Брюки со стрелками плюс кожаная куртка. Бомбер, либо мотоциклетная куртка, косуха так называемая. Брюки со стрелками плюс футболка. Брюки со стрелками плюс пальто. Брюки со стрелками плюс все, что угодно. Смотрится очень-очень хорошо. Возьмите себе на заметку сочетание брюки со стрелками плюс футболка. Но имейте также в виду, что брюки со стрелками – это сам по себе очень классный, хороший трюк. Превратить любую компоновку в более стильный ансамбль. Ну и последний на сегодня трюк, которым я никогда не буду пользоваться. Но вам о нем расскажу, потому что считаю, что он очень-очень действенный. Я его честно подсмотрела у другого блогера, который рекомендовала перешивать периодически пуговицы на своей одежде. Действительно могу сказать, что пуговицы, допустим, на белого пальто в цвет пальто, то есть белые пуговицы на белом пальто смотрятся одним образом. А пуговицы, допустим, контрастного цвета, темно-синие, темно-коричневые, более дорогие пуговицы. Это могут быть пуговицы со стразами. Они действительно могут прямо-таки поменять характер изделия. Поэтому, если у вас имеются вещи, которые вам, возможно, поднадоели, на которых есть пуговицы, и речь прежде всего о жакетах, а также о пиджаках, речь также о пальто, возможно, о любой верхней одежде, попробуйте перешить пуговицы. Возможно, вы найдете, прежде всего, просто пуговицы, которые вам очень нравятся. Я люблю то, что блестит в приходе, точнее, в приближении весны. Это очень важно. Под лучами солнца все, что блестит, смотрится очень-очень хорошо. Много раз обращала внимание своих зрительниц на это. Ну и, помимо того, что сами по себе эти пуговицы могут быть очень красивы, они на самом деле могут действительно поменять характер, характер того изделия, на которое в итоге мы их пришьем. Ну что ж, надеюсь, что большинство этих трюков вы сможете применять, и они будут вам полезны. Желаю всем выглядеть классно, чувствовать себя на своей фэшн-волне, очень-очень комфортно, и как можно дольше на ней находиться. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok